А вот такое строительство споров и возражений точно ни у кого не вызовет. Тем более школы, спортзалы и детсады есть на что возводить. На эти цели в 2019 году Иркутская область получит из федерального бюджета более 800 миллионов рублей. Деньги поступят в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование». Собственно, такой солидный транш из Москвы вполне объясним. С начала этого года наш регион перечислил в виде налогов в казну государства 152 миллиарда. Это 60% от всех полученных доходов. Еще 3% или 4 миллиарда уходят в федеральное казначейство в виде акцизов на топливо. Нетрудно подсчитать, что в региональном и муниципальных бюджетах остается 37% от всех налогов и сборов. Вообще же, отчисления в центр выросли на 22% по сравнению с прошлым годом. Во многом этому способствовало увеличение НДС. В этом году он подрос с 18 до 20%. Также дополнительно 8 миллиардов в бюджет страны принесли нефтедобывающие предприятия, которые работают в Иркутской области. С 1 января этого года для них введен еще один налоговый вычет на добычу сырья на отдельных месторождениях.